Я еще не смирился с Remove Tool, о котором рассказывал в прошлом видео, и тут на тебе новое обновление Photoshop. И судя по всему, адобовцы реально поднапряглись и решили вкатывать очень крутые фичи. Меня зовут Максим Густарев, а это новый Photoshop, который умеет как Stable Diffusion с различными InPaint генерациями. Теперь к любой фотографии вы можете добавлять необходимые вам элементы. Давайте тестировать, поехали! Что подвезли в Photoshop? Теперь он умеет хитро с помощью нейронных сетей удалять различные непонятные объекты из вашего кадра и дорисовывать то, что вам нужно. Вам достаточно всего лишь обвести с помощью лосу нужную область, написать текстовые запросы, и вы получите то, что хотели. Плюс эту нейронку можно также использовать для расширения пропорций кадра. Можно взять объект и полностью заменить на сгенерированный компьютером фон. И в этот же фон дополнительно интегрировать нужный вам элемент. Ну и помимо InPaint рисования, различных цветных пресетиков, уже известного нам инструмента Remove Tool, нам наконец-то добавили удобные градиенты. Спасибо вам, Adobe, за это. Как же я жил без этого раньше? Вся прелесть нового фотошопа в том, что в него добавили фишки Stable Diffusion, а именно InPaint. Теперь, выбрав прямоугольное выделение, вы выделяете любую область на своем изображении, и снизу у вас появляется новая кнопочка. Generative Fill. Когда вы нажимаете на нее, у вас появляется окно, в которое вы вписываете свой промпт. Вы можете описать то, что вы хотите видеть в этой выделенной области, либо оставить ее на усмотрение нейронной сети фотошопа. Допустим, вставим туда. Ибадл фотка. Ибадл фотка. Нажимаем Generate. Бум! Магия! Фотошоп выдает нам три результата. Мы можем переключаться между ними и выбрать нужный нам вариант. Я на самом деле в диком шоке, в восторге, потому что фотошоп автоматически определяет не только наличие объектов в кадре. Я, как до этого вы видели, я не выделял саму модель. Но фотошоп учел то, что рядом с выделенной областью есть модель, которая в стеклянной бутылке водки должна отражаться. И да, эти отражения имеются. Фотошоп понимает то, что свет падает из окна на нашу модель, и это тоже все учитывает, дает с соблюдением боке размытости, глубины резкости. Вполне реалистичный вариант. Это на самом деле просто пушка-пушечная. У нас есть возможность выбора между тремя вариантами сгенерированного изображения. Если нам не нравится, мы нажимаем еще один раз на кнопочку Generate и ждем. Фотошоп продумывает все это добро и дает нам еще три варианта. Теперь у нас уже появляется шесть вариантов. Первый вариант. Второй вариант. Третий вариант. Четвертый, пятый, шестой. Но, разумеется, бутылка водки не будет просто так стоять и скучать. Нам нужно добавить повод. Я выделю верхнюю часть изображения и попробую скомпилировать колпак Санта-Клауса. Раз, два, три. Первый вариант меня вполне устраивает. Если мне нужно делать какой-нибудь супербыстрый коллажик на Новый год, сейчас это становится просто киллер-фичей этого инструмента. Ну и, конечно, самое крутое то, что это все зашито в фотошоп. Вам не нужно никакие сторонние плагины, вам не нужно устанавливать Stable Diffusion, не нужно заходить ни на какие сайты. Вы это все делаете с помощью инструментария самого фотошопа. Рассмотрим еще один пример. Вот с таким пейзажем и машиной я выделю через прямоугольное выделение свою тачечку и попробую сгенерировать в ее участок мотоцикл. A motorcycle, let's go. Бам, готово. Он даже мужика туда пририсовал. Но вот у нас, опять же, есть три варианта. И, на мой взгляд, второй вариант выглядит вполне себе неплохо. Да и третий вариант тоже офигенный. А почему бы нам не поместить на дорогу автомобили? Бам. Тум-тум. Ну вот третий вариант вообще выглядит просто огненно. Тачка немного, правда, съехала на обочину. Но, опять же, это не страшно. Меня удивляет, как фотошоп понимает наличие линейных перспектив в кадре. Он понимает, как должна вести себя в интегрируемую машину, куда она должна смотреть. Здесь хорошо видна перспектива. Видно то, что заднее колесо мотоцикла меньше, чем переднее колесо. Видно то, что мотоцикл смотрит в нашу сторону. Это действительно круто. InPaint Tool можно использовать и не только как генерацию каких-то новых изображений. Вы можете выбрать эту колокольню, просто нажать на Generative Fill и клавишу Generate. В результате мы получаем чистую крышу. В этой фотографии меня устраивает абсолютно все, даже при условии, что в прошлом ролике я показывал, как с помощью Remove Tool убрать с модели трусы. Сейчас мы будем убирать на заднем плане горы, а точнее их замещать. Выберем инструмент Object Selection Tool и я наведу мышку на горы. Они у нас автоматически обтравливаются. Далее мы нажимаем на клавишу Generative Fill и здесь напишем, к примеру, The Forest with Rocks. Photoshop думает, совещается, наверное, с кучей ретушеров у себя на серверах и в результате мы получаем вот такой результат. Какие-то людишки у нас тут появились. А давайте полистаем. Раз, два, три. Три варианта. Ну, первый вариант смотрится вполне естественно. Людишек можно будет потом замазать. И вот так вот, если прокликать до-после, то мы получаем очень хорошо интегрированное изображение. Пушка. Браво. Едем дальше. У нас есть такой портретик. К примеру, я хочу расширить верхнюю и нижнюю границы кадра и мне нужно заполнить с учетом содержимого, так чтобы это выглядело естественно, верхние и нижние пустоты. Я обтравливаю верхнюю пустоту, нажимаю на Generative Fill. Generate. Бум. Раз, два, три. Вы только посмотрите, как круто Photoshop дотункал, что должно завершать кадр сверху. То есть он даже вот эти маленькие волосики, торчащие из прически, дорисовал сам. Это очень классно, я считаю. Давайте то же самое сделаем с нижней частью. Посмотрим, как он дорисует руку. Пам. Раз, вариант. Два, три. Давайте остановимся на втором и это все дело объединим. А теперь смертельный номер. Мы нажимаем на клавишу W, выделяем наш объект, инвертируем маску с помощью нажатия Shift-Command-I и фон попытаемся заменить. К примеру, на Forest. Раз, вариант. Два, вариант. Три, вариант. С березкой. Вариант идеально сочетается и по цветам со скинтоном, и по цветам деревьев, зелени. А что самое крутое, вы всегда можете немножечко модифицировать. К примеру, через Selective Color нижний слой. Создав обтравочную маску, я выберу зеленые цвета. Сделаю их чуть более изумрудными, чтобы они сочетались с одеждой Оксаны. До, после, до, после. Всегда можно создать корректирующую кривую. Также накинуть на фон и немножечко его затемнить. Сделать более драматичной картинку. До, после. Едем дальше. Вот вам Максимка в кадре. К примеру, вы хотите получить более широкоугольный кадр с большим пространством слева и справа. Давайте расширю кадр прямо вот до такого панорамного снимка. И выделяя прямоугольную область справа, просто через Generative Fill заливаем. Generate. Как он это делает? Он определяет линейную перспективу. Он дорисовывает эту линейную перспективу. Он понимает, что линии идут сюда. Окей. Еще вариант? Еще вариант. Вообще просто. Бля. И то же самое слева. Тык, 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 тык. Жесть. Косяки в этом инструменте, разумеется, тоже присутствуют. Особенно если вы работаете с телом модели, пытаетесь ее одеть во что-нибудь. К примеру, в этом кадре я помимо того, что удалил вот этот белый зонтик с заднего плана, что произошло, кстати, опять же, вполне реалистично и естественно, я еще попытался одеть модель в красное платье. Смотрите, что у нас получилось. Три варианта. Раз вариант, два вариант, три вариант. В общем, не совсем он это хорошо сделал, поэтому давайте мы так делать не будем. Пускай модель будет раздета. А вот левую и правую часть он, ну, вполне относительно адекватно продлил. Вот Оксанке сигарету вставили. Тут у нее прям здоровенный косяк, а тут более простой. Но опять же, хорошо то, что Photoshop, видите, он даже делает некую пластику и вот прям вставляет туда и сигарету. Это здорово, то, что он это понимает. Ну, засранец какой. Ну и продемонстрирую вам еще один пример, который показывает, как раскрепощать модели на съемке. Вы просто берете и вот этот инструмент используете. 50 грамм. Поехали. А если серьезно, это охереть. Других слов я не нахожу, но... Photoshop понял то, что есть определенные линейные перспективы, которые совпадают с линейной перспективой архитектуры. Что свет падает из окна. Нарисовал блики, нарисовал верно весь светотеневой рисунок, включая просвечивающий сквозь бутылку свет. То есть даже уровень жидкости, который находится на 2-3 высоты бутылки, вот здесь, жидкость, она соприкасается из-за силы поверхностного натяжения с внутренней гранью бутылки. И здесь появляется такая рефлексирующая поверхность, которая отражает, блин, оконный свет. И этот блик падает к нам в камеру, мы это видим. Он это все сгенерировал. Он сгенерировал даже отражение. Рефлекс появился на этом подоконнике. Я считаю, это очень-очень круто. А давайте еще в этом кадре глянем, как он расширит пространство слева и справа. Второй вариант вообще идеально наглажился. И тут скептично даже дорисовал, блин, берег. До, после, до, после. Очень здорово то, что фотошоп понимает контекст изображения. Он понимает, что именно изображено в кадре, и что, по идее, должно быть далее. И это, блин, неудивительно. Компания Adobe — это компания с гигантской капитализацией. Там такие бабки крутятся, которые с Table Diffusion и Mid Journey никогда в жизни не снились. И это важно понимать. И сейчас гигантские бабки у компании Adobe могут, в принципе, перетянуть на себя одеяло с точки зрения генерации изображений. По тексту, in-paint, разным интеграциям и так далее. Сейчас нейронные сети очень глубоко пускают в свои корни и уже появляются в нативном интерфейсе того же самого фотошопа. Это реально очень круто. Опять же, повторюсь, я мега жду официального релиза, который, скорее всего, будет к октябрю месяцу. И вот там-то мы с вами оторвемся в новом фотошопе по полной программе. Ну, а я надеюсь, тебе понравилось это видео. Ты в таком же шоке, как и я. Мозг взрывается. Хочется тестировать его еще больше. Обязательно поставь лайк этому видео. Подпишись на канал, мне будет очень приятно. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok